Всем огромный привет! Я очень-очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня продолжаю видео с покупками с сайта Алиэкспресс, так что если вам интересно, то давайте приступим. Первое, с чего я хочу начать, это вот такие вот подставки для кухни, ну либо, может быть, не обязательно для кухни, вы можете их приспособить и даже на туалетный столик, если вам будет так угодно. Я сразу прошу прощения, у меня там кошки носятся на заднем плане, надеюсь, не очень слышно. В общем, я их очень давно хотела, увидела у кого-то из блогеров, по-моему, еще в Инстаграм, кто ведет именно странички о покупках с Алиэкспресс и тоже захотела и заказала себе в комплекте две штуки, обошлись мне в 14 евро 35 центов. Не знаю, сколько это будет в рублях, я просто вот стоимость сейчас вспомнила. У меня вообще никаких нареканий нет, они очень классные, у меня на них стоят свечки и также мы ставим их под горячее, если вдруг надо, для того, чтобы не испортить деревянный столик. Сделаны они просто идеально, у них очень такой, знаете, приятный травяной аромат, там у продавца написано что-то связанное с гиацинтом, они сделаны из чего-то натурального, это самое главное, никаких отвратительных запахов во время того, как они пришли, не были, все пришло упаковано хорошо и вот они остались в целости и сохранности. Поэтому, если вдруг вы тоже заинтересованы, скоро будут опять скидки 11 ноября, как вы знаете, черная пятница и я вот сижу тоже за ним, потому что я хочу еще две штуки, возможно, как раз попаду на скидки. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, это я уже заказала для льва, я заказываю ему всякие развивающие игрушки, ему очень нравятся и еще я заказала специально вот такой вот набор, еще ему не давала, потому что я знаю, что потом я его по всему дому не соберу, он поиграет, куда-нибудь забросит и потом детали не досчитается, он сделан из дерева. Вообще, я заказала для того, чтобы играть в игру, ну, на подражание, то есть сделает такую же, вот, потому что мне кажется, это очень хорошо интеллектуально развивает и все это дело здесь выглядит следующим образом, вот эта крышка вот так вот двигается и здесь, как вы видите, вот такой вот набор мухи заколебали, вот такой вот набор, где вы можете как раз с ребенком играть в эту игру. Здесь есть палочки, на которые вы нанизываете разные фигурки, квадратики, шарики и также вы можете работать по вот этому принципу, то есть здесь есть примеров несколько, три штуки, по-моему, в комплекте, вы можете тоже их использовать и на скорость, например, собирать, мне кажется, тоже интересно, сделано оно очень хорошо и дерево все идеально отшлифовано, никаких занос вы не поставите и можно играть с ребенком. Здесь написано возраст 3+, вот Льву как раз исполнилось 3 года, поэтому мне кажется, эта игра сейчас ему будет достаточно интересной. И следующая вещь, которую я тоже заказывала для семейного, так скажем, досуга, ну, больше для игр с ребенком, покажу вам сначала в упаковке, потом отдельно вставлю фотографии. Это вот такая игра, что-то типа лото, то есть здесь в комплекте очень много разных маленьких таких фигурок, вот это вот миска, песочные часы и карточки, на которых расположены картинки вот с этими фигурками, то есть вы на скорость ищите. Берете, например, фигурку, ставите часы, можно часы не ставить, мы просто заполняем лото, то есть это на то, как ребенок соотносит предмет с картинкой, допустим. Вот мы так занимаемся, Льву очень нравится, он давно уже в такие игры играет, наверное, может быть где-то с 2 и 6 мы делали вот эти вот на соотношения, и поэтому я решила заказать, потому что здесь гораздо больше вариантов, здесь очень красочные такие детальки, по ним можно изучать и новые слова, так что я считаю тоже очень-очень полезная игрушка, все они стоят в районе 14-15 евро, но на самом деле удовольствия от них гораздо больше, поэтому вот к таким всяким интеллектуальным играм я советую присмотреться на Алиэкспресс, потому что там очень-очень, как сказать, большой ассортимент, и я думаю, что вы обязательно найдете себе какую-нибудь игру, которая придется по душе вам и вашему ребенку. Так, ну с детскими покупками мы, по-моему, закончили, но если будет что-то еще, я вспомню, я обязательно вам покажу. Далее, что я заказала на Алиэкспресс, это вот такая непромокаемая прозрачная сумка, в группах на Фейсбуке очень часто вижу, ищут подобные вещи, брать с собой в поездки для того, чтобы положить там шампунь, дужгель, я вообще купила для того, чтобы ходить в бассейн, потому что Лев и Женя ходят в бассейн, и я туда им кладу шампунь, дужгель и так далее, чтобы это все не пролилось, ну и какие-то вот такие средства. Я ей заказала такую сумку, мне вообще понравилось, как она выглядит, как она сделана, не просто такой прозрачный какой-то целлофан или что-то в этом роде, необычный пакет, а именно, мне кажется, она выглядит очень стильно, и тоже там были разные варианты, но я выбрала с ручками, потому что, когда идешь с ребенком, мне кажется, с ручками удобнее всего брать вещь, точнее сумку. И здесь вот такой вот замочек, она достаточно вместительная, то есть вы сюда можете положить не только шампунь, дужгель, можно положить и полотенце, и сменное нижнее белье, в общем, все, что вам нужно. Так что тоже могу посоветовать присмотреться, качество просто отличное, абсолютно никаких нареканий, осталась очень довольна. Возможно, еще пару сумочек таких куплю, может быть, брать в какие-то поездки для того, чтобы не перекладывать с одной сумочки в другую. И следующая вещь, которую я заказала уже для себя, это вот такая вот косметичка из кожзама. Косметичка многоуровневая, как вы видите, вот, и каждый вот этот вот отсек, он отстегивается, вы можете отдельно его заполнять, и брать с собой, либо не брать с собой, потом вот сюда приклеить. Мне очень понравилось, конечно, на картинке у продавца все это дело выглядело очень-очень красиво. Я вставлю фотографию, или вы можете сами по ссылке посмотреть. Здесь еще есть вот такое вот отделение с небольшими дырочками, это может быть, если туда нужно положить, чтобы, допустим, ну, не знаю, для чего вот эти вот дырочки сделаны, чтобы, короче, вентиляция была для чего-то. И также есть отдел, куда вы можете положить кисти для макияжа, кисти для нанесения масок. Я не знаю, можно носить ее также с собой в бассейн, чтобы потом можно было там повесить и какие-то процедуры проводить. Но я вообще заказала ее для того, чтобы сделать из нее просто повседневную косметичку, которую я могу таскать из комнаты в комнату. Я уже говорила, что я собираюсь делать большое расхламление, избавиться от большей части косметики. Хочется, чтобы преимущественно все вот поместилось, ну, кроме палета, конечно, вот в такую небольшую косметичку. Качества тоже никаких нареканий нет, идеально все прошито, она действительно сделана очень качественно. Я заказывала ее за 17 евро, и я считаю, что, в принципе, она каждого своего цента стоит, поэтому тоже могу рекомендовать вам к ней присмотреться. И также хочу вам рассказать, как вы можете сэкономить на каждой покупке с кэшбэк-сервисом Letyshops. С 5 по 7 октября на Алиэкспресс будет горящий кэшбэк до 15%. То есть, если раньше вы могли вернуть со своей покупки 150 рублей, то теперь это будет 450 рублей. Думаю, это очень хорошее предложение. Лично я постоянно пользуюсь, но, естественно, я уже их все тратила. Тоже вставлю здесь фотографию, как это у меня все выглядело. Я постоянно их вывожу и трачу либо на Алиэкспресс снова, либо в каких-то других магазинах. Вы также можете выводить их на свои банковские карты и уже тратить по своему усмотрению. И активировать сгорящий кэшбэк очень просто. После регистрации на главной странице Letyshops или через приложение количество активаций, конечно же, будет ограничено. И у вас будет всего несколько часов для того, чтобы воспользоваться этим предложением. Поэтому ссылку на регистрацию в Letyshops я обязательно оставлю под видео. Обязательно пользуйтесь этим хорошим, но ограниченным предложением. Девчонки, последние две вещи покажу в кадре. И потом уже, если что-то останется, покажу, как обычно, в конце видео. Я заказывала себе вот такой вот классный бомбер, прочитала про него очень много отзывов. Но, к сожалению, он мне казался достаточно большой. Я себе взяла размер S, но этот бомбер на мою маму, которая носит в обычной жизни, наверное, где-то размер L. Потому что он достаточно широкий снизу. Надо было брать все-таки S. Но я не жалею ее, конечно, потом мама мне очень обрадовалась, говорит, наконец-то что-то и мне досталось. Обычно, так как у нас разные размеры, все мои вещи она носить не может, если даже что-то в очень хорошем состоянии. Ну, в общем, здесь она была рада. Если у вас примерно параметры, ну, где-то грудь там 100, допустим, талия 80, ну, бедра здесь не имеет значения, то эта куртка в размере M вам подойдет. Если вы поменьше, то, скорее всего, она будет вам большая. Вот. Я очень хотела именно такого цвета, потому что когда-то, наверное, года два назад, я подобную покупала в H&M. Но сейчас не могу найти ее, когда мы сюда переехали. Она где-то у меня потерялась. И вот я захотела на Алиэкспресс, заказала. Жалею, что... Точнее, жалко, конечно, что размер мне не подошел. Но, в целом, именно к качеству куртки абсолютно никаких претензий нет. Я ее на себя примеряла, поэтому покажу там пару фотографий или даже у меня там кусочек видео был. Но, в общем, если вам такие вещи тоже по душе, то можете присмотреться. Я ссылку обязательно оставлю в описании. Все швы ровно прошиты. Запахов посторонних от нее не было. Это фабричное качество, поэтому смело можете к ней присмотреться. И следующая вещь, которую я могу назвать жемчужиной Алиэкспресс. Одна из моих самых тоже удачных находок. Это вот такая вот дутая куртка из кожзама, которая тоже выполнена просто идеально. Я уже выкладывала в Инстаграм и фотографию с ней. Ну, где я в ней, правда, я там сижу. И также фотографии, где я крупным планом все фотографировала. Просто обалденная куртка. Я могу вам точно вот с чистой совестью рекомендовать ее к покупке. Есть такой вариант пальто из кожзама. И я тоже хочу его купить. Когда она пришла, я думала, я ее стала открывать. Думаю, наверное, сейчас как в нос ударит какой-нибудь неприятный запах. Абсолютно никаких запахов от нее не было. Ее не пришлось выветривать. Я купила ее в районе где-то 40 евро. Она пришла с биркой, на которой была цена 80 фунтов, по-моему. Я тоже сфотографировала. Можете там посмотреть. Это как в свое время. Мне пришла вот дубленка либо а-ля Zara, либо Zara. Тоже с Алиэкспресса, которую я купила там за 40 евро. А у нее цена стояла то ли 60, то ли 70 евро. Поэтому я точно могу вам рекомендовать присмотреться к этой куртке. Она очень-очень теплая. Тяжело держать. Но фотографии я потом обязательно вставлю. То есть при плюс 5 градусах, если внутри у вас футболка, то абсолютно вы себя комфортно будете чувствовать. И мне кажется, если на вас будет какой-нибудь теплый костюм, то при минус 15, минус 20 тоже спокойно. Но еще раз повторюсь, что это укороченный вариант. Поэтому если вы привыкли, чтобы ваша попа была закрыта, то, конечно, он вам не подходит. Ну, либо он не подходит именно носить его зимой. А вот сейчас, осенью, просто супер вариант. У нее вот такой большой воротник. И очень комфортно ощущается вообще. Точнее, очень комфортно ты себя в этой куртке ощущаешь. Поэтому тоже ссылку вам обязательно оставлю в описании под видео. И сейчас вам покажу тоже кое-что еще из одежды. Это также жемчужина Алиэкспресс. Вот такие вот ботинки, которые я уже показывала в прошлом... Или в этом году, или в прошлом году. Нет, в прошлом году. Выглядят они вот так. Это кожаные ботинки от марки Софетина. По-моему, так они и читаются. Просто когда я выкладывала фотографию вместе с этими ботинками в этой куртке, мне все стали спрашивать, откуда эти ботинки. Вот они также с Алиэкспресс. И у них тоже будут распродажи скоро, когда можно будет купить эти ботинки с хорошей скидкой. Я сейчас заказала еще одни. Немножко другая модель. И на самом деле ботинки просто неубиваемые. Я всю зиму их носила. И одна девушка, которая живет на севере, писала мне в комментариях, что она тоже зимой ходила. Ей было очень комфортно. Они меховые. Но так как я мерзлячка, я уже сейчас начала их носить. Поэтому вот вам показываю. Так что вы смело можете заказывать их зимой. Им ничего не случилось. У нас здесь очень много где есть бездорожья. Я ходила в каких только местах, точнее, я не ходила. И им хоть бы хны. Поэтому тоже рекомендую вам присмотреться. Качество, ну даже лучше, чем в магазинах вы можете найти. Потому что я говорю, это ботинки, которые целый год отпахали на меня. И с ними абсолютно ничего не произошло. Они нигде не потрескались. Они абсолютно не потеряли свой вид. Поэтому я очень рада, что когда-то наткнулась на эту марку. И обязательно буду продолжать у них заказывать. Потому что у них обуви разные очень много. Не только вот такие вот огромные ботинки. Но у них есть разные туфли с интересными каблуками. Ну я тоже ссылку на них оставлю. Сможете посмотреть. Всем забыла показать вам еще одну вещь. Это мои самые любимые коврики. С которыми я познакомилась в прошлом году. И своих зрителей, кто меня смотрит, тоже познакомила. Я сейчас заказала себе еще один в эту комнату. Потому что возле окна прохладно. Вот так выглядят они. У меня подобный уже был. И я его отдала своей маме. И решила себе заказать еще один. Прям вот точно такой же. Вот теперь с удовольствием положу его перед батареей. Эти ковры очень качественные. Уже стираны неоднократно. Но вот мой предыдущий ковер, который я отдала маме. Они абсолютно не теряют свой цвет. Никаких своих свойств. Как выглядели идеально, так и выглядят. Краска никуда это не сползла. Хотя это рисунок не тканый, а нанесенный. Но при этом выглядят они просто идеально. Поэтому вы смело можете их стирать. Я заказывала 4 штуки. Вот у меня осталось 3. И вот дошел опять 4 точно такой же. Ну уж больно маме понравилось. Я не могла отказать. Поэтому тоже ссылку на эти коврики обязательно оставлю в инстаграм. В описании под видео. Так что там вы можете к ним присмотреть. Так что вот, девчонки и мальчишки. На сегодня это наверное все, что я вам хотела показать. Если у вас остались какие-то вопросы, рекомендации. То обязательно пишите мне их под видео. И увидимся в следующем ролике. Всем пока.